здравствуйте с вами эти кухня какое-то время не было на канале видео друзья у меня просто вышел из строя мой макбук на котором я монтирую видео я дал его в ремонт и вот так долго из-за коронавируса там пока ждали детали пока паяли в общем вот наконец его получил это еще не доделан до конца он но что-то уже можно смонтировать что-то уже можно выложить на youtube в общем начинаем вы уже из названия этого ролика очевидно поняли о чем пойдет речь но вероятно не поняли что это такое друзья это будет такое необычное видео кусочек детства но не нашего с вами здесь в испании и в общем-то в остальной тоже европе в меньшей степени в америке очень популярные были такие компьютеры командор амиго они появились там в районе 85 года амиго благополучно обанкротилась в районе 1995 года поэтому общем то мы их пропустили совершенно на территории бывшего советского союза сразу как-то стали популярны bm pc компьютеры и вот этого чуда мы не застали а в испании мы находимся в малаге мы переехали в малагу в испании у каждого ну вот моего возраста мне вот под 40 моего возраста человек увлекающегося техника вот компьютерами с почти стопроцентной вероятностью была какая-то амиго и давайте вот я заказал на ютюбе на я заказал на ebay вот такой вот замечательный компьютер давайте посмотрим что мне прислали может быть там вообще кирпич нет никакого компьютера должен отметить что эти все амиги бывают разные и есть достаточно дешевые там в пределах 100 евро а есть вот сейчас мы посмотрим какие и вот обзора этого компьютера я сейчас не буду делать обзор это просто распаковка по идее он должен быть даже с небольшим дефектом который я буду устранять поэтому так мы просто посмотрим на компьютер может быть его включим вот конкретно этого компьютера по моему не было в русскоязычном ютюбе вообще то есть это такой эксклюзив потому что он довольно дорогой и в общем-то амиги у нас не популярны что-то такое не популярное дорогое покупать ну вообще как бы нелогично для меня это становится логичным только потому что я действительно нахожусь в испании хочется как-то знаете прикоснуться к этой культуре и с точки зрения айти тоже вот давайте это сделаем из англии компьютер в англии их почему-то продают больше всего наверное их больше всего там потому что и было я вот так подозреваю о запаковано выиграл я его на аукционе в районе 200 фунтов вся эта радость стоит это по меркам вот амиги которую мы купили это очень дешево то есть в принципе спокойно может стоить 400 500 хороший комплект и стоит больше тысяч так это очевидно блок питания между прочим интересно человеческой вилкой вот это да а я купил переходничок тут заранее интересно видимо у англичан был переходничок да да ну в общем смотрите как тут все запаковано блок питания мы отложим наверное пока что это не так интересно и компьютеру примерно примерно 20 лет 92 год соответственно 30 получается лет даже 30 уже лет сложно сложно поверить то что да друзья мешает понимая жена отбираем убираем коробочку в сторону я думаю давайте давайте посмотрим сам компьютер я честно говоря ожидал что он больше простите я в шортах у нас осень но в испании осень это условное обозначение вот сегодня 34 градуса было и по-прежнему довольно жарко так что уж штанах тут джинсах совершенно невозможно так красота какая красота дома нас внутри я прям предвкушаю ну посмотрим состояние внешне очень хорошая но неизвестно что это до конца значит я вижу что тут немножко он а нет это просто видимо в процессе транспортировки чуть-чуть его тут обо что-то ушатало да друзья значит в чем в чем прикол это амиго 1200 если вы на русском ютюбе и встречали какие бы то ни было амиги или вообще не знаю даже вот у нас есть например в риге музей компьютерной техники до исторический там тоже есть амиго например но все вот эти амиги такого форм-фактора они 500 и реже 600 и 1200 амиго это самая последняя самая новая амиго вот ну которая четырехтысячная в таком вот корпусе где клавиатура вместе с блоком находится одновременно да и и она по сути тянет у нее ага графика это последний самый чипсет амиговский графический то есть она тянет все по графике полностью у нее внутри можно поставить и деш на сюда винчестер в общем-то ставят сразу флеш-драйвы он у меня заказан его поставим вообще отзывайте под этим видео кому интересно я тогда буду продолжать снимать этот компьютер у меня много по поводу него идей неинтересно тоже напишите я буду что-нибудь другое снимать материал это много вот плюс к тому здесь стоит процессор который в два раза мощнее 500 амиги более того если сюда докинуть память он получается в пять раз быстрее 500 амиги вы спросите как так вот такая вот архитектура есть тут свои нюансы тоже можем это все разобрать посмотреть значит что здесь еще из интересного и что отличает этот компьютер от 500 амиги смотрите как под углом стоит дисковод интересно потому что ну как бы как будто бы просится поставить так вот параллельно столу и так у 500 амиги оригинальные было но де-факто мы же сидим вот так вот и на дискетке действительно вот под таким углом пихать сюда как-то логичнее проще да здесь вот они выставили угол что сзади здесь по портам значит здесь соответственно клавиатура джойстик клавиатуры здесь нету джойстики втыкаются и мышка втыкается соответственно можно еще один дисковод поставить что в современном мире наверное очень странно но можно поставить эмулируемый дисковод например серийный параллельный порт сразу здесь встроена встроенный звук как у всех амиг четырехканальный соответственно лево-право цветной сразу у нас идет тюльпан и видео выход вот такой амиг у амиг он странный и у нас здесь еще выход есть на антенну вот это интересно и честно говоря у меня заказаны тут провода но они еще не пришли вот попробуем через антенну включить и вот такой вот коннектор питания очень странный у амиг был вот так вот сделано если говорить про подсоединение амиг к современным каким-то телевизором монитором без каких-либо если модификации то это делается наиболее удачный вариант следующим образом из этого порта плюс аудио видео делается переходник на скарт такой большой разъем если помните телевизионный из этого скарта уже есть специальные коробочки которые транслируют это все в hdmi и получается довольно неплохое качество также сюда можно вставлять пи-пи-си и моей карточки которые в свое время безум в ноутбуках это популярно было безумных денег эти карточки стоили и вот с точки зрения если вот оценивать это современности нашей это конечно просто подарок в 500 амиге такого порта не было а ведь эти карточки сейчас стоят вообще копейки там по пять баксов за ведро и они бывают все что угодно флешки сетевые карты звуковые карты там все что ну вот реально вай-фай вот то есть ну реально много всяких есть опций с этим всем делом ну вот такая вот амиго смотрите тут даже наклеечка оригинальная есть более того которая говорит нам о том что это амиго не разбиралась смотрите она не нарушена по сути да тут есть чуть-чуть какая-то трещинка но явно если бы сюда отвертку это посунул бы да то ну то совсем другой был бы эффект не разбиралась более того я могу уже я так посмотрел а амиги да я могу судить немножко я вижу что здесь внутри есть например вот это вот металлическая пластина это экран который отделяет как бы материнскую плату которую там внутри от ну клавиатуры это по по регуляциям нужно было ну какой-то страны то ли чуть ли не американским именно по чтобы не было здесь фона как бы такого негативного хотя в общем-то этот экран не нужен его обычно когда начинают здесь что-то модифицировать его снимают просто если рассказать в целом вот ощущение от как вот от вещи да вообще восторг я ну представлялся ну вообще примерно так я себе наверное и представлял но вот чтобы поделиться своими ощущениями она очень такая няшная как бы да то есть такая прям вещичка вот для я представляю себе там ну вот именно в таком варианте дарили там детям подросткам эти компьютеры в основном да ну может быть студентам максимум но это было кайф как бы да то есть прямо от обладания этой вещи мне кажется значит испытывали школьники удовольствие ну что попробуем наверно включить ее я не буду здесь ничего загружать никаких дискет вставлять просто посмотрим оценим она там было прямо написано что немножечко что хорошо она состарилась состояние хорошее но есть какой-то дефект с видео да давайте если нам удастся сейчас включить если она как-то она даст нам картинку давайте может быть оценим что-то за дефект такой так для этого нам нужно открыть блок питания да действительно не понимаю почему такая вилка как это вышло потому что действительно здесь если посмотреть на самом компьютере здесь видно что он произведен даже в в англии не могу ничего сказать хотя вот надписи есть какие-то на немецком о годе нам ничего не говорит не понятен здесь год не вижу года 84 нет это не может быть 84 год это это видимо год основания самой миги это что-то другое ну интересно нет год про год ничего не узнаю здесь хорошим в хорошем состоянии сам сам корпус хорошем состоянии то что этот пластик он обычно очень сильно от просто света желтеет и представьте за 30 лет он мог бы быть гораздо более желтым клавиатура ведь пожелтела сильнее сам корпус выглядит вообще очень пристойно на самом деле состояние классно пока я очень доволен посмотрим что тут будет с включением в принципе тут знаете еще в те времена всякие компоненты были использованы например не знаю конденсаторы которые знаете как батарейки они могли течь там и так далее я заказал себе даже комплект ну чтобы перепаять эти все конденсаторы он у меня уже есть так что я эту амигу просто отдам здесь в испании здесь в испании нет ничего необычного в том чтобы починить амигу потому что амига была у всех всех кто с паяльником умеют чинить амигу не ну в россии и в латвии наверное люди посмотрели бы на всю эту историю с удивлением таким каким то знаете но надо также признать что хорошо довольно задокументировано было устройство амиги потому что даже самой инструкции компьютеру прилагалась схема устройство компьютера то есть соответственно разобраться что где при наличии схемы ну понятно да значительно легче здесь интересно смотрите кнопка включения компьютера находится на блоке питания вот она здесь прямо блок питания такой тяжелющий настоящий действительно вот такой вот хитрый коннектор ну и посмотрим что у меня по проводам у меня есть провод здесь вот было телевидение старое сейчас у нас телевидение подключено через интернет было телевидение старое и собственно из стенки торчал вот этот провод попробуем через него подключиться интересно что компьютер работает абсолютно бесшумно и в те времена чипы не грелись настолько чтобы нужно было активное охлаждение ни одного вентилятора в компьютере нет никакого кулера ничего ничего страшного есть сигнал есть кино работает и более того я не вижу даже никаких наверное я не вижу никаких дефектов изображения таких явных но я думаю что вот эти все полосы это из-за того что у нас просто антенный вход он очень плохой сам по себе но в целом но может быть это и что-то с самой амигой но надо сказать что если есть какие-то проблемы то они явно вообще минимальные все в порядке все в порядке я очень рад соответственно следующим шагом что я собираюсь сделать во-первых я дождусь вот этой всей системы с проводами то что я вам рассказывал на hdmi у меня есть сейчас мне по почте уже пришел соскарта на hdmi переходник да вот эта вот коробочка которая трансформирует самое сложное да но провода чтобы вот этот командоровский коннектор переткнуть у меня пока нет вот он должен вот-вот прийти и я это все дело вот возьму амигу возьму эти провода и возьму комплект конденсаторов который уже пришел для нее и отдам ее собственно на перепайку да на то чтобы там все сделали потому что те конденсаторы которые там есть несмотря даже на внешне такое вот офигенное такое состояние я вообще в восторге реально то есть такие амиги обычно на ebay пишут типа офигенное состояние все классно 500 евро типа плюс доставка да а здесь как бы гораздо вышло дешевле вот соответственно и это все я дам на перепайку она ко мне вернется и я думаю что после этого мы с вами еще раз встретимся я уже покажу свой сетап который как я планирую да как все будет вот так вот друзья подписывайтесь на канал новые видео будут надеюсь мой макбук в конце концов или починят или я уже тогда не удалось скопировать все данные все все может я тогда уже поменяю его на что-нибудь другое в общем все продолжается друзья подписывайтесь на канал подписывайтесь на наши социальные сети всем счастливо и